МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лев Николаевич, как по вашей теории небо влияет на Землю? Последние успехи астрофизики показывают, что межпланетное поспорство содержит в себе достаточное количество рассеянной плазмы. Но мало этого... Вся Вселенная пронизана излучением космических тел. Иногда эти энергетические потоки достигают земной поверхности и становятся причиной всевозможных биосферных коллизий. Иногда мутации бывают большие, но иногда они бывают слабые, когда они чуть-чуть меняют внутреннюю структуру организма, в частности, его психи, его поведенческие стереотипы. И вот эти-то нас и интересуют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас внеочередное заседание отделения этнографии географического общества, которое будет происходить по распоряжению президиума географического общества. В повестке дня доклад доктора исторических наук профессора Ленинградского университета Льва Николаевича Гумилёва. Происхождение этноса. Леонид Ильич, сколько вам нужно времени? 50 минут. 50 минут? Пожалуйста. Собственным проводом для сегодняшнего внеочередного заседания послужили увеличения недоумения, которые возникли у некоторых наших иногородних коллег по поводу такого очень важного явления, как этногенез и этническая история. Вы знаете, должен вам сказать, что сейчас рост интеллектуальных потребностей среди советского общества возвоз, послуживая со временем моей юности, чрезвычайно. Что мы видим, когда мы отглядываем историю человечества целиком? Огромное количество важных этносов. Были филистегляне, нету их, а куда девали? Не было французов. Вдруг стали. Откуда они взялись? Вот основная проблема этногенеза. И решается она довольно сложно. Причем, прежде всего, мы не знаем, что такое этнос, потому что не было инструмента, при помощи которого можно было бы достичь результата на поставленном пути. Можно говорить о пяти антропологических типах, которые представлены в составе славян. Это Беломоро-Балтийский, Восточноевропейский, Днепрокарпатский, Понтийский и Динарский. Есть основания думать, что формирование славян происходило в ближайшем соседстве прежде всего с балтами на сходной антропологической основе. Германцы, фратийцы, кельты, иранцы, финноугры, балты. Широкий спектр народов, с которыми столкнула славян их история и прародина. Субтитры делал DimaTorzok В традиционных этнографических школах прошлого наука о происхождении народов опиралась главным образом на антропологические характеристики предков. Эти данные позволяли определять территорию заселения, пути миграции племен. Мы находимся на восточной границе нашего аграрно-исторического заповедника Ребала, вот как раз при устье реки Ягала. Но восточные от нас почти то Чукотки разные, северные народы пользуются ежедневной речью Ягала. Но и этот водопад был уже священным местом уже до нашей эры. Здесь около водопада найдено захоронение и до настоящего времени. Здесь устраивают местные певческие праздники и так далее. И вот здесь на берегу моря встретились два антропологического типа, как говорят археологи. Один такой древний, индоевропейский, который здесь обитал лет играя уже в Мезулите. И другой монголитный тип, который прибыл сюда в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Скажем, неулитая. Вот перемещались все здесь и результатом эстонский народ такой, какой он выглядит и сегодня. Существует мысль о том, что киргизский народ возник на Алтае. Конечно, настаивать на этом без научного обоснования очень сложно. Киргизы с неба не свалились, с Енисея не приехали. В древности здесь обитало много родов. Уйсуни, саки и другие. Они слились с киргизами. Откуда возникла народность киргизы, думается, сформировалась как нация на Алтае. Как великое государство, киргизы существовали с 840 года до 10 века. Сюда входили земли Алтая, Енисея, Иртыша, Туркестана, Теньшане. В силу исторической обусловленности киргизское государство распалось, но сохранился при этом этноним киргиз. В дальнейшем наука о происхождении народа дополняется историческими обобщениями по памятникам археологии, этнографии, по письменным источникам. Не можете объяснить, именно с какого периода уже обосновался все племена, населявшие Казахстан, когда обосновался в единый казахский народ? Видите ли, это происходило довольно долго, потому что сначала племена, которые населялись в современный Казахстан, между собой находились в постоянной войне. Их было три больших племени. Кыбчаки на северо-востоке, канглы на юге между Балхашевым и Авальским морем, и гузы, которые жили примерно на Эмбии и на Яйке. Они воевали между собой, пока не были все захвачены монголами и не подчинены монгольской власти. В 15 веку монгольские ханы потеряли свою власть, выродились, в общем, исчезли. А местные жители казахи создали небольшое. Это сначала на востоке, это Ул-Джуз, вставшая Орда, потом Ул-Джуз, в центральном Казахстане. А потом, когда нужно было расширить свои пообещания, отвоевали от топ-менов в западный Казахстан. И так создалась новая этническая система. Ее история начинается с того момента, когда казахи сбросили власть джучидов и установили новый строй с особой формой управления. Что же объединило разные племена в единую целостность? Единство цели. Но цель эфемерна, она меняет свое направление в пространстве и времени. Лев Николаевич Гумилев предложил совершенно неожиданный ответ. Симпатия друг к другу лежит в основе объединения народа. Общность, мироощущение, комплементарность, любовь. Талантливым кюем цели достигнешь, если все идет от сердца. Никто не избежит, если час испытаний настанет. Даже хана он не оставит. Аблхайр Аблхайр Итак, в основе этнической диагностики лежит ощущение. А в цепочке этнос-этногенез в качестве двигателя выступает пассионарность, страсть, готовность к великим свершениям. Аблхайр 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 и на Абиссии. Здесь поповедь Христа создала новый этнос, они себя называли Вомеи, мы их называем Византией. Следующий толчок был в 9-м. Пассионарный толчок в 13-м веке образовал сразу два могучих государства Литву и Россию. Великое Литовское княжество попало под власть западной католической Европы, а Великороссия объединилась с Золотой Ордой, с татарами. Великую книгу голубиною Расскажи ты нам, сударь, про белый свет Отчего ж начался у нас белый свет Отчего пошли звезды частые Отчего пошли зори ясные Отчего ж начался млад светел месяц Отчего пошла кровь труда наша Отчего пошла кровь земля наша Говорит книга превеликая Велика книга голубиная Мать сыра земля Кроме этих толчков, связанных с Европой, был один очень интересный толчок, очень короткий, в смысле расстояние. Там создались два очень сильных хвапых работа Джорджини, ныне Манчурны, и Монголы И все удивляются, почему Монголы совершили свои грандиозные забоевания, зачем им это было нужно Да не нужно это им было ниспорько И совершали они эти забоевания По той же физико-географической причине По которой камень сброшенный из башни Падает вниз, а не летит в стол Итак, по мнению ученого Физико-географическая причина Лежит в основе возникновения этноса И самого процесса этногенеза Удивительно, как органично и естественно Вписалась символика света и луча В научную теорию эволюции биосферы Лев Николаевич, как вам пришла мысль о пассионарности? В молодости я очень любил историю И имея неплохую память Изучил целый ряд исторических эпох В Викторе и последовательности Но я не мог понять их причин Из-за чего это происходит И тут в 1938 году Меня схватили и я попал в тюрьму После чего меня должны были расстрелять Загнали на Беломоркадал и залез в повал Где я умер бы сам без всякого расстрела Если бы меня не вернули за расстрел Пока я ездил туда-сюда Восстреляли ежок Меня обратно посадили в камеру Я пришел в голову, как молния сверкнула мысль Своляющаяся к такой постановке вопроса Почему Александр Македонский вместо того, чтобы сидеть у себя дома Он совершил весьма удачный поход Из которого ему удалось же вернуться живым Но очень мысль он умер уже очевидно от преднапряжения Так что его толкнул? Александр Македонский был первой расцепкой для начала процесса Я увидел, что так же поступают и римские полководцы И крестоносцы И арабы, проводившие джихад Священную войну Точно так же действовали тюрки-сельжуки Что их толкало? Что им было нужно? Объяснить это Было с точки зрения выгодных невозможно И тут я пришел к мысли Что существует импульс какой-то Энергетический импульс Который заставляет их совершать Эту сверхтрудную И сверхбессмысленную работу Цель которой, как правило, бывает иллюзией И только уже потом, снова сидя в тюрьме Я увидел на цементном полу Свет падавший через высокое окно И понял, что так же как растения живут за счет фотосильтеза Люди живут за счет какой-то инфогной энергии Которая заставляет их совершать эти поступки Вот в чем дело Оказывается, все эти невероятные события Не есть результат свободной воли людей А есть вследствие биохимических процессов На которых существует вся биосфера планеты Земля Многообразие Многообразие Универсальный способ существования биосферы Развертывание всевозможных потенций в процессе эволюции Породило тысячи этносов на планете Земля Иногда очень далеких Иногда довольно близких друг к другу Ни один из нас не похож друг на друг А все мы, казалось бы, обладаем одними и теми же генами Которые обеспечивают нормальную работу нашего организма В чем дело Дело в том, что все эти гены За тысячелетия передачи в поколениях Претерпели мутации Невредоносные мутации Неразрушительные мутации Все просто не выжили И благодаря этому Сегодня существует многообразие Почти по каждому гену, контролирующему любой признак Человеческого организма, какой ни возьми Вот почему, мне кажется, образ древа казахского народа У которого есть два мощных корня Один корень, тянущийся из глубин европейского времени А другой из глубин времени центрально-азиатских народов Этот образ древа самый выразительный Вот мы встретились здесь с вами в Акжаре Встретились фактически две экспедиции Ваша Вы о ней больше можете рассказать И моя Вот о своей экспедиции я вам и расскажу Я думаю, что ее проще всего назвать экспедицией за генами Если, например, нас интересует Когда найманы вошли в состав будущего казахского народа То мы можем изучить разные группы найманов Там, где они сегодня расселены От Монголии до Семеречья И попытаться вычислить эту дату Вы не ждите, конечно, что я сейчас назову вам Такую конкретную дату Работа только в самом начале Я уверен, что такую дату мы обнаружим Найманы в восьмом веке упоминаются китайскими хронистами Как племя, живущее среди монголов В 12-м веке вступили в борьбу с Чингисханом Однако в 1208 году Соединенные силы найманов и меркитов были разбиты монголами После чего найманы, возглавляемые ханом Кучлуком Бежали на Алтай и в Семеречье Понятие кровного родства очень существенно и для истории народов Вот так можно, сравнив генетические особенности разных групп Найманов среди казах В разных местах Казахстана И здесь в Тарбагатай, и в Семеречи И в Звертышом, и где-то в Монголии Определить те самые генетические расстояния, о которых я говорил А дальше самое интересное будет сравнить Эту дату, вычисленную с помощью метода в генетике С тем, что сообщает история О найманов периоды Чингисхана История сообщает об этом Диски сорока пустынь за нами Кровью убитых обогрены Рубите, рубите, молодых и старых Звился над миром монгольский аркан Так помелено в огнях пожар Краснобороны, печь солнца Батыр Чингисгар Туманты сыптау-тау-дун басын келган Джар-джар Тюрыматым талбыр-толышмыче Джар-джар Кайган барым улзатып, кызын эвэл Джар-джар Отау-телеп тойлым максонан Гайган Джар-джар Бесмелады пастаэн эвэл алла Джар-джар Рамандық беру ралу бар чаржан Гайган Гайган Джар-джар Бүргенекек бір раил Джар-джар Адама тавиленгүң Каванаға Джар-джар Бесмелады пастаэн Авджар басын Джар-джар Улбар сұлыс асу Истин басын Джар-джар Улбок пусау-йынде Джар-джар Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы собрались вместе, общаемся, наблюдаем друг друга. Это прежде всего свидетельство того, что генетическая нить каждого из нас, идущая из глубины времен, не прервалась, передалась из поколения в поколение. Точно так же и язык, обычаи, бытовые обряды имеют свойство сохранять свое изначальное значение и передаваться от одного народа к другому. Казахский венчальный убор – соокеле, наследие культурной традиции сака. Казахский венчальный убор Казахский венчальный убор Казахский венчальный убор Казахский венчальный убор Потом идут роды, и потом идут так называемые линейджи, то есть отсчет собратства по отцовской или материнской линии. Так называемые патрилиниджи и матрилиниджи. По этим линейджам мы можем установить место обитания того или иного рода, восстановить его социальную структуру, ну там много есть аспиртов, крупно приняли на архан, делится на две ветви, это Мейрам и Мон, которые дали начало 14 родам, это Хуандах, Сюендух и так далее, и так далее. Дети мои, молодежь, сыновья, невестки, дочери, пусть будет счастливым ваш праздник Цау-Кизу, праздник обрезания пуд. Благополучие всем вам, ребенку, тому, кто пуд и обрезал. Всем людям желаю мира и счастья. Вот мы дети трех жузов, старшего, среднего, младшего. Мы потомки Архана из среднего жуза. От Архана родился Мейрам, единственный сын старшей жены. От Мейрама сыновья Куандык, суйындык, бегындык, шегындык, болат қожа. От суйындыка сыновья Шуманақ, шыгыншы оразгелді. Вот, например, в вопросах семьи. Казахский народ пережили и большую патриархальную семью, и всевозможные обряды и обычаи, связанные с ним, и несколько брачных форм, которые до сих пор существуют. Вот в этом смысле для всех казахов характерно соблюдение экзогамного запрета. Родовая экзогамия еще возникла первобытную епу, еще при материнском роде. Вот пережитки вот этого первобытного института у казахов до сих пор сохраняются. Каким образом? Казахи до сих пор соблюдают экзогамный запрет в пределах седьмого колена. Уже на восьмом колене казахи заключают брачные союзы. Казахи до сих пор сохраняются. Мусульманы, слемден, деги адамдарға осында и кызық качете береген асибет сүнебері, шыберли болып, кулуны бітақ жабзасты болып, немелелерін, шыберлерін, немелелерін, горбулан асибет сүнеберін, жүргеніміздің бәрлін кызық кайналдырсын. Өг Questarяб gspwy, күс Өгітетін өте-тұқу! Өгітетін Қүткілің! народа. Трудно мне теперь ходить без опоры. Не держат меня теперь костыли. А ведь был когда-то звонкоголосым сумхаром среднего жуза. Как незаметно настигла старость меня, когда ты пришла, когда ты пришла. Эпик-мон! По-моему, я вам хотел задать вопрос. Вы сказали, что жузы образовывались под трем принципами, например, социально-экономический, территориальный и родоплеменор. Это на родственных связях. Они все три играли роль. А какой аспект боли играл роль? Видимо, политический аспект играл, наверное, более существенную роль. Политический. Политический, да. Я хотел задать вопрос в связи вот с этой историей. Какую историю? Сей, нашей. И особенно насчет Чжи-Жири. Вот значение вот этого Чжи-Жири, то, что мы его ищем вот так вот, по пути генной, так сказать, линии, по пути просто исторической памяти народа. Вот я хотел бы сказать, много сейчас становится публикацией, что, допустим, это, так сказать, родовое деление, что это родовое деление и несет негативные процессы. Что вы можете по этому поводу сказать? Нужно ли это? В Казахстане в годы застоя стала широко издаваться литература об истории родов и племен. Ставили спектакли на темы, уходящие вглубь веков. Так, например, была напечатана книга этнической антропологии Казахстана, в которой буквально на генном уровне доказывается различие между племенами и родами. После Великого Октября казахский народ стал забывать свое родоплеменное джузовое деление, которое в былые времена не раз приводило к острейшим столкновениям и расприям. Появились вот эти реплики печати, я написал ответ. И обосновал, почему нам нужно изучать наш родоплеменный состав казахов. Что это очень большой пласт нашей истории, от этого мы никуда не денемся. Если мы его выбросим, то у него вообще не будет истории состав казахов. А тут, значит, над племеном ЦК. Я думаю, ну все, я пропал. Там моя фамилия будет обязательно. Я написал туда письмо Колбину. О, Геннадий Васильевич, вы хоть почитайте и поймите суть вот этой книги и то, что говорил, скажем, Сужиков и Джандус. У нас состоялся наш педаль в ЦК, моей фамилии нету, а у Розаху облили грязью. Вот так вот. Видите, как получается? Но почему же так получилось? Все очень просто. Когда простое управляет сложным, неизменно побеждает соблазн все упростить и всех уравнять. Вопиющий факт вандализма. Подтверждение этому. Уже начали продавать, и вдруг из ЦК звонок оценивают эту книгу националистической. Главная причина такой оценки, главной причиной послужила, что Розаха Смагулыша здесь подходит к анализу своих материалов, к разрезе казахских племен и родов. Никто из членов совета не мог сказать ни слова против той оценки, которую наступила из ЦК. Моя защита не имела значение, кейку сожгли. Розаха ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казахи устраивали асы по разным поводам. Один из знаменитых учителей Казангапа Усентури дал ас при жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригласил людей и сказал, мои дети смогли бы достойно проводить меня в последний путь. Но я захотел сам попрощаться с вами и попросить у вас прощения, и чтобы отпустили вы мне мои грехи еще при жизни. Кому я должен, пусть долг свой возьмет. Кто скот потерял, пусть его обретет. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть два направления в эволюции биосферы. Либо к усложнению и увеличению разнообразия. Тогда один народ дает начало многим новым. И есть другой путь. Путь упрощения. Простые системы лишены своего развития. Во всей социальной истории народа и народности, взаимодействуя друг с другом, они прежде всего взаимодействовали своими институтами культуры, своими обычаями, своими верованиями, своими социальными укладами. Поэтому вся социальная история – это сложнейший социально-демографический синтез. Это формирование по существу все более и более земного братства людей. Постепенно объединяясь, люди понимали, что они бед друг с друга не могут дальше выживать и существовать. Поэтому эта идея от Федорова, от Вернадского очень ярко была выражена Рерихом, вообще феноменом Рерихов, где культура становится уже глобальным принципом объединения всех. Казахский народ до сих пор сохраняет много преданий о своем происхождении. Родовая дифференциация, она сформировалась в процессе очень сложных контактов местных и пришлых элементов. Это естественно. Это обусловило и сложность родовой структуры. В сущности говоря, эта структура какими-то своими кусками напоминает структуру других народов. А в то же время среди казахов представлены такие роды, которые больше не представлены нигде. И они очень существенно различались. Скажем, в людях, которые изначально относились к роду канглы или копчак, преобладали европеоидные компоненты. В то же время есть энное количество родовых наименований, которые свидетельствуют о контакте с Центральной Азией. Но я бы подчеркнул, что в настоящее время казахи представляют собой, с моей точки зрения, достаточно монолитное, гомогенное целое. Как известно, казахский народ состоит из многих самых различных племен. Это аргыны, найманы, кепчаки, мисуни. И вот, зная это, можно ли сказать, что казахский народ – это суперэтнос? Нет. Это все эти народы, это суперэтносы. Все эти ру – и найманы, и кепчаки, аргыны, кунгвады, уйсуны, канглы – они входят в единый казахский этнос. Суперэтносом является объединение казахов с татавами, монголами и даже русскими. Потому что долгое время русские казахи мешались вот таким вот образом, переходили друг в друга. Сколько же русских фамилий имеют тюркское основание? Кутузовый, Кутуз, Суворовый, простите, это по-персидски Суворовый, садник, значит. Тютчев, Тутчев. Перечислять время не хватит. Если вы хотите всерьез заниматься этногвапией, этнической историей, этнологией и этногенезом, вы должны запомнить только два Тетиса, о которых я вам расскажу. Каждый этнос непосредственно связан с приводой населяемого им региона. Если он привык к Гавам, ему хорошо жить в Гавах. Мне, например, плохо. Я люблю степи, я люблю ровные места, я люблю тихие реки, которые текут с лязкой и камышами. А другие люди предпочитают глубокие леса, тайгу или приморские берега. Им это нравится больше, чем солнечная степь Казахстана. То есть каждый этнос живет в том ландшафте, к которому он приспособился. Эта территория, на которую этнос приспособился, мы называем Родина. Родина не то место, где ты. То есть принцип любви является самым главным для того, чтобы определить свою Родину. Но ведь мы живем не только в Роспранске, мы живем и во времени. Так вот, знание своей истории, это есть понятие отечества. То есть то, что унаследовано от отцов, а имя от наших дедов, от теми от твадьб и так далее. Вот поэтому вся наука основана на принципе симпатии к окружающему нас миру. Это и есть основа научного познания, основа утверждения, что мир существует, мы его любим, мы его ценим и мы его можем познать. Лев Николаевич, позвольте нам еще раз выразить свою благодарность, признательность вам и вручить великому тюркологу от великой степи вот этот голубой чапан цвета тюркского здания. Ну, примерно. Ведь невозможно представить себе на Земле, что будет, скажем, одна порода деревьев. Или только одна порода животных. Биосфера всегда будет многослойна, многообразна. И в этом только многообразие силы. Ну, дальше логика Гумилева, коль скоро он ищет причину пассионарных состояний в биосфере и космосе, привела его к тому, чтобы рассматривать народы, ну, строго говоря, как биологические единицы. Тоже не могу с этим согласиться. С моей точки зрения, народ это социум, явление человеческой истории. Пока, пока я остаюсь в рамках понимания Этмоса, как социума. Я весь мир, землю своему прикручу. Все мое, все мое, я не ведаю страха. Кумалил Абхата, такой был и индийский прамин, который заявил, что буддисты вгут. Когда говорят, что в мире нет ничего, и что это все иллюзия, не заявил он, есть Бог, есть мир. Они живут вовек, а жизнь людей мгновенная и убога. Но все в себя обмещает человек, который любит мир и видит в Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok